Проект «Победа в каждом из нас» представляет Невыдуманные истории Читает участник проекта «Победа в каждом из нас» Галина Юмашева Дневник Богдана Автор Николай Крепитула Олейский район, село Урюпино, 70 лет Чем старше мы становимся, тем чаще вспоминаем свое детство Хорошим оно было или плохим, все равно вспоминаем Вот и мне припомнился случай из моего детства, теперь уже далеких 60-х годов Жил я тогда на Западной Украине, в селе под названием Ворона Название села соответствовало действительности Таких крупных ворон я больше нигде не встречал Эти вороны-одиночки сидели на самых высоких деревьях На раскидистых дубах или соснах Рядом с нашей хатой жил контуженный с войны Богдан Жил бобылем, хотя ему было уже под 50 Родители Богдана вырастили чудесный сад А сами скоропостижно ушли в мир иной Теперь ему одному приходилось ухаживать за этим прекрасным садом Чего в этом саду только не было Самая ранняя крупная черешня, сливы почти с картошку Ветви с абрикосами свисали до самой земли Особенно мне приглянулась огромная шелковица и груша Они выделялись из всего сада большим ростом и широкими кронами Часто, глядя в окно, я слюнки глотал, когда спелая груша, как бомба, срывалась с ветки от удара о землю, взрывалась фонтанами брызг А уж сколько раз я на этой груши побывал, набивая спелые плоды под рубашку Это одному богу известно Но всему когда-то приходит конец Однажды, спускаясь вниз, я увидел под грушей Богдана От страха моя рука соскользнула с ветки, и я кубарем свалился прямо на Богдана От неожиданности он не смог удержать меня, а лишь притормозил падение Из-под моей рубахи поплыла липкая жижа от переспелых груш Он ничего не сказал, ведь он был немой Он взял меня за руку, вытряхнул из-под рубахи остатки груш и повел до хаты Указав на корыто с водой, предложил мне умыться Затем усадил меня за стол и стал угощать меня домашней колбасой и салом Я ел и боялся Что в голове у этого контуженного? Я даже представить не мог Наевшись, я с интересом стал оглядывать его жилье Ведь раньше мне никогда не приходилось бывать здесь На стене прямо над моей головой висело ружье с тволами вниз Мурашки холодком пробежали по моей спине Вдруг неожиданно появился Богдан с пожелтевшей тетрадкой в руках Он протянул ее мне На потрепанной обложке красным карандашом стояла надпись Дневник Я прочитал его от и до, особенно не вникая в самую суть Ведь мне тогда было всего 12 лет В то время война не особо занимала людей Люди старались забыть о ней, как о страшном кошмаре Строили новую мирную жизнь Но все же один случай из дневника потряс меня И запомнился на всю жизнь Было это на подступах к Берлину При зачистке городских окраин Богдан лицом к лицу столкнулся с подростком Ствол винтовки которого уперся Богдану в живот И только в последний момент Богдан чудом увернулся от ствола И выстрел прозвучал в пустоту Подросток дико закричал Бросил винтовку и стал улепетывать прочь Вслед пацану Богдан не посмел выстрелить И никогда не пожалел об этом А контузия у Богдана от разорвавшегося снаряда То ли от нашего, то ли от вражеского В этой проклятой мясорубке сам черт не разберет, кто и откуда стрелял Когда я закончил читать дневник, у моих ног стояла корзина с фруктами А сверху записка Не забудь угостить родителей Невыдуманные истории Редактор субтитров А.Семкин